Здравствуйте! В эфире новости. Меня зовут Владимир Антошкин. В Кумертау прошли четвертые епархиальные рождественские образовательные чтения под общей темой 1917-2017, уроки столетия. В нашем городе мероприятие такого формата проходит впервые. Его целью является возрождение традиций патриотизма, укрепление семьи и российской государственности. Открытие форума состоялось во Дворце культуры Угольщиков. Епархиальные рождественские чтения объединили общество, религию и власть в вопросах духовно-нравственного воспитания молодого поколения. Задача общественно-церковного форума – укрепление традиций патриотизма, семьи и в целом государства. Работа началась во Дворце угольщиков. В фойе были развернуты выставки, где представлены изделия ручной работы, композиции на рождественскую тематику, а также работала мастерская по изготовлению елочных украшений. Я считаю, что это нужное дело, что мы детей и взрослых привлекаем к таким забытым мастерствам, как ручной труд. В рамках подготовки к форуму в этом году был проведен конкурс рисунков детей. В нем приняли участие воспитанники детской художественной школы, а также воскресных школ, входящих в епархиальный округ. Лучшие картины могли увидеть гости, пришедшие на мероприятие. От нашей школы, конечно, несколько преподавателей работали в жюри этого конкурса. Довольно-таки высокий уровень работ, несмотря на то, что произошло это довольно-таки спонтанно, потому что в первый раз, в следующий раз мы будем готовиться уже более фундаментально к этому мероприятию. Но, в принципе, результаты очень хорошие. Централизованная библиотечная система представила выставку книг об истории православной церкви, о становлении христианства. Живое слово, мудрости, духовности. Название экспозиции говорит само за себя. Кроме этого, была оформлена выставка работ рукодельниц. Напомним, в этом году на базе двух библиотек были организованы кружки бисероплетения. Это стало возможно благодаря выигранным центральной библиотекой грантам. Одинград – это программа «Активное поколение», которая ориентирована на поддержку пожилых людей, пожилого возраста. И благодаря выигранному гранту мы открыли в село Ира школу бисероплетения иконы картин при модельной сельской библиотеке. И наши мастерицы вот уже на протяжении трех месяцев вышивают иконы. Второй грант – это грант православной инициативы, малых грантов. Мы у них тоже выиграли 120 тысяч. Этот проект у нас ориентирован на людей с инвалидностью, с ограниченными возможностями здоровья. Здесь же, во Дворце культуры, состоялось торжественное открытие форума. Выступление детского хора «Родничок» воскресной школы под руководством заслуженного работника культуры Тамары Столяровой, собравшиеся приветствовали стоя. И спаси, благое души, наша. В зале – представители общественности, традиционных религиозных объединений, депутаты, руководители организаций города, почетные гости. Тема рождественских чтений охватывает целые столетия, начиная с Октябрьской революции. Как сказал святейший патриарх московский Евсея Руси Кирилл, эта тема требует глубокого и вдумчивого осмысления событий минувшего столетия. Особенно же последствий и итогов Октябрьской революции 1917 года, происшедшей в России и ставшей без преувеличения поворотным моментом как новейшей истории нашей страны, так и всей европейской истории трагического XX века. Председатель Совета городского округа, председатель Собора русских в городе Кумертау Олег Астахов подчеркнул, что тема форума – это тема единения, сохранения межнационального и межконфессионального богатства России, сохранения семейных ценностей, воспитания духовно-нравственного поколения. Это важно, поскольку на территории только нашей республики проживает более ста национальностей. Олег Анатольевич напомнил, что для взаимодействия религиозных объединений и власти в нашем городе в этом году было подписано соглашение между администрацией, мусульманской организацией и епархией о сотрудничестве. За активную жизненную позицию и тесное сотрудничество были вручены почетные грамоты администрации Владыке Николаю, Салават Хазрату, депутату Госсобрания Курултая, руководителю Собора русских Виктору Пчелинцеву. В числе награжденных председатель Совета по государственным и межконфессиональным отношениям республики Вячеслав Пятков. Он поприветствовал собравшихся от имени руководства республики. Православие и ислам являются ведущими конфессиями, особо крупными религиозными конфессиями, которые в целом стабилизируют сегодня конфессиональную ситуацию в регионе. По данным на первое число 2016 года, я могу отметить, что у нас сегодня действует 1893 религиозных объединения. Если мы посмотрим, 25 лет назад было 17. Тут есть свидетели, священнослужители, которые помнят, было 17 храмов всего, было 17 мечетей и такой, как они существовали. От имени Собора Русских к молодежи обратился депутат Госсобрания Курултая Республики, руководитель Собора Русских Виктор Пчелинцев. Он порекомендовал извлекать из истории полезные уроки. Вам не стоит отдаляться от своих родителей, от своих предков. Они делали историю своего государства. Было сложно, было тяжело. Даже, как сказал президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, празднуя в 17-м году, как бы события 17-го года, мы не должны только видеть все плохое и только заниматься поруганием. Это был выбор нашего народа. Это был выбор наших людей. Конечно, не всегда понятный для простого человека, но он был. И поэтому мы должны свои истории извлекать уроки. В этот же день по представлению епископа Салаватского и Кумертауского Николая, медалью Русской Православной Церкви Святого Благоверного Князя Даниила Московского удостоен настоятель храма села Ермолаева, протеерей Сергей Ветров. Патриаршей грамотой награжден настоятель храма деревни Корнеевка иерей Антоний Лыжин. Далее состоялось награждение победителей конкурса «В лучах милосердия», а также Всероссийского конкурса «Красота Божьего мира» в списке десятки имен. Это участники творческого состязания из городов Кумертау, Салават и Шимбай. Торжественная часть мероприятия завершилась концертными выступлениями. В программе были музыкальные композиции, театрализованные постановки, посвященные разным историческим периодам. Убереги страну нашу российскую, богохранимую и даруй ей спасение. Во имя Отца и Сына и Святаго, и ныне, и мысно, и вовеки веков. Аминь. Форум носит просветительский характер, поэтому участники мероприятия для общения распределились по разным площадкам. В Центре детского творчества состоялось собрание отцов. В нашем городе пока только предстоит создание такого объединения. Поэтому отцам было разъяснено о задачах совета, его направлениях работы, выслушанных предложениях. Также организаторы представили опыт других городов. В работе этой площадки принял участие архимандрит Николай, наместник Покровского мужского монастыря в Дедово. Главной задачей в этом направлении он считает воспитание настоящих мужчин. И здесь роль отцов неоценима. Учить все учат. Самое главное, наверное, передать свой личный опыт. Ну и духовный, потому что без духовности мы не можем воспитать настоящих граждан, защитников Отечества. В соседнем кабинете Центра собрались юные исследователи. Они представляли свои работы по теме «Судьба моей семьи в судьбе страны». Научные проекты защищали учащиеся школы и студенты профессиональных учебных заведений. Всего было 12 работ. В числе участников форума Анвар Абдрахманов. Он рассказал о своей семье. Трудовой стаж его близких людей в сумме составил 383 года. Я рассказывал о своей семье, как они работали на заводе, про моего прадедушки. И готовился я две недели. Моя исследовательская работа называется «383 года» вместе с Кумертаусским авиационным заводом. Еще одна площадка развернулась в Кумертаусском педагогическом колледже. Для самых маленьких в актовом зале было показано кукольное представление. Затем игровая программа для младших школьников и воспитанников детских садов. Праздник получился веселым и зажигательным. Организаторы сумели подарить детям предновогоднее настроение. Для более старшего возраста работали дискуссионные площадки. Одна из них была организована в библиотеке КПК. Беседу с молодежью провел активист добровольческого объединения «Белая река» Андрей Митрофанов. Для разговора были выбраны жизненные ситуации. Для их обсуждения волонтерами были подготовлены видеоролики. Каждый из участников отвечал на поставленные вопросы и в то же время осмысливал свои поступки и поведение. Сегодняшняя наша дискуссия посвящена такому вопросу «пройти или остановиться». То есть мы рассматриваем различные жизненные ситуации, которые происходят, и пытаемся выяснить, каким же образом человек делает выбор вмешаться, помочь другому человеку. Или просто пройти мимо. Следующая площадка по теме «Милосердие. Путь к спасению». Об этом речь шла в секции «Социальное служение». «Социальное служение» – это такое формальное слово, но в основе его лежит любовь. Любовь к ближним. А любовь – это то качество, которое родит нас с человеком. И, в общем-то, задача человека, пришедшего в этот мир, – это научиться любить. Любить, а значит, жить вопреки самому себе, ради того, кто рядом. И вот мы об этом с ребятами немножко поговорили. Ну, судя по реакции, в общем-то, и по тишине они меня услышали. Таковы были некоторые темы для обсуждения в секциях рождественских чтений. Каждый участник, а это люди разного возраста и социального статуса, смогли пообщаться на тему духовных ценностей и сделать определенные выводы. После открытия мероприятия участники начали работу по различным секциям. Всего в городе расположилось 10 площадок. На некоторых из них побывал мой коллега Константин Меркушев. Он и сообщит. 13 декабря в городе Кумертау состоялись международные рождественские чтения. Четвертый раз в республике и впервые в нашем городе прошло данное мероприятие. Эти чтения изначально были организованы в Москве. И уже с годами они приобрели статус международных. В рамках этих чтений в каждой епархии Русской Православной Церкви проводятся также свои локальные местные чтения. И вот сегодня мы с вами присутствуем на таких чтениях. Это четвертые епархиальные чтения Салаватской епархии. До этого они проходили в городе Салавати. А сегодня они в этом году проходят в городе Кумертау. По всему городу были организованы площадки различного характера. Так, например, в воскресной школе Иоанна Притеченского храма прошел открытый урок. На школе Иоанна Притеченского и патриотическое воспитание детей в воскресных школах. Заслуженный учитель Республики Башкортостан Тамара Столярова провела музыкальный урок. Он был посвящен образу Просвятой Богородицы. В уроке был эпизод, когда мы говорили, что вот этот вот образ, он раскрыт в очень многих жанрах и видах искусства. В том числе мы затронули эпоху Возрождения итальянскую, откуда, собственно, и пришла к нам религия православная и христианская. Дискуссионную площадку посвятил священник Евгений Ефимов из города Нефтекамск. Он принял участие в мероприятии не только для того, чтобы передать приветственное слово от владыки Амуросия, но и для обмена опытом. Мы проводим совместные мероприятия на уровне метрополии. Сначала каждая епархия проводит мероприятие у себя, на своей территории. Затем по местным результатам проводится уже метрополичный региональный этап, где как раз-таки все воскресные школы, победители, они встречаются. Сначала соревнуются, а потом уже происходит неформальное общение и преподавателей, и учеников. Таким вот образом мы сотрудничаем. На другой площадке состоялась встреча со спортсменами. Все собравшиеся обсуждали, какое отношение имеет православие к спорту. В беседе даже перефразировали известные крылатые выражения. В здоровом теле – здоровый дух. Сегодня она звучала как «здоровое тело, не помеха здоровому духу». Мы проводим различные мероприятия. Есть мероприятия какие-то плановые, да, есть какие-то спонтанные. И вот у нас установились уже несколько таких мероприятий в нашей такой молодой еще истории Салаватской епархии. Это, ну, именно такой спортивный план. Это дружная спортивная семья, они проходят осенью и зимой. Также лыжня Салаватской епархии, которая проходит в Ушимбай, там принимают участие как спортсмены, воспитанники воскресных школ. А в здании АРТ расположилось сразу три площадки. Литературная гостиная от апостола до Флавиана, защита научно-исследовательских работ «Герои столетия». И был организован форсайт-семинар на тему «Молодежь. Современники истории». Тема форсайт-семинара очень актуальна, ведь именно молодежь создает свою историю города. Форсайт-технологии обучают мыслить грамотно, распределять свои ресурсы. Делать таким образом, чтобы они понимали, на что тратят свои силы, и для того, чтобы эти силы не уходили впустую. Потому что каждое действие должно быть взвешено, каждое действие должно быть направлено на что-то. Чтобы добиться своей цели, на семинаре были рассмотрены восемь основных направлений. Это социальность, интеллектуальное развитие, медийность, здоровый образ жизни, коммуникабельность, вера, амбициозность и дисциплина. Вот, собственно, это восемь основных направлений, по которым мы с ребятами сегодня работали. И ребята выстроили четкую позицию своего личного роста, где бы им хотелось расти. Константин Меркушев, Ярослав Кондратьев, телекомпания «Арис». Зимой проблема бездомных животных встает особенно остро. В это время года они мерзнут, чаще голодают. В нашем городе существует только один приют, и содержится он на пожертвовании без официальной финансовой поддержки. Есть у приюта и другие проблемы. Какие узнавала Гульнас Филатова. Напомним, что официально приют для бездомных животных был создан прошлым летом и зарегистрирован как фонд помощи «Усы, лап и хвост». На сегодняшний день в организации довольно сложная ситуация. Из-за отсутствия постоянной материальной поддержки возникают проблемы с арендной платой. По словам руководителя приюта, в помещении даже отключали тепло, чтобы стимулировать их погасить задолженность. На взносы, отправляемые волонтерами, содержать приют очень тяжело. Ситуация осложняется тем, что животные продолжают поступать, а нести за них ответственность чаще никто не хочет. Приезжаем на работу, стоит парень. То есть, в принципе, как бы, видно, что там, да, иномарка, то есть одет хорошо. То есть, наверное, не совсем бедствует человек. И вот таксом на поводке, вот я, говорит, вам привез собачку. Мы говорим, ну, мы возьмем собачку, вы хотя бы, говорю, на первое время корм-то ей купите. Ну, это же не моя, говорит, собака. Я говорю, а где вы ее взяли? Она, говорит, привязана была в моем огороде. В итоге, я говорю, ну, ты корм купи, мы возьмем собаку. В итоге жара стояла, да. Я смотрю, человек привязывает просто тупо к столбу строительного бума эту собаку. Садится в машину и уезжает. Об этом случае нам рассказал руководитель ветеринарной клиники Панацея. Чаще именно к ним подбрасывают ставших ненужными или бездомных животных. Это и стало основной причиной создания фонда помощи. И организовали его ветеринары Антон Быков и Дмитрий Жарков. Принимать всех бездомных животных подряд в приют, как признаются его руководители, нет возможности. Ни материальной, ни физической. Так как поступают животные, как правило, истощенными и обезвоженными, им необходимы питательные растворы, медикаменты и антипаразитарные средства. Будки, цепи, ошейники, вакцины, питание – то, в чем приют нуждается постоянно. На сегодняшний день более 10 кошек находятся на карантине. Некоторые в тяжелом состоянии. И практически с каждым днем питомцев становится все больше. В основном, конечно, они больше травматики. Бывают, конечно, инфекционные ребята. Но с ними приходится уже, конечно, отдельно заниматься этим. У нас был котик весь переломанный. Сейчас он в приюте находится. Там челюсть, скажем так, ему по кусочкам собирали. Бегает, здоровый, кушает. Все замечательно. Помимо работы в клинике «Панацея», Антон, являясь одним из руководителей фонда, регулярно посещает приют по утрам, до работы и по вечерам после. Будние дни волонтеров практически не бывает. Поэтому ухаживать за животными приходится самим организаторам фонда. По их словам, из ста поступивших животных в приют за полгода обретают хозяев около 10-15. Тяжелее всего пристроить взрослых животных, ведь обычно берут котят и щенков. Но радует тот факт, что животных, которых забирают из приюта, практически никогда не возвращают. Отдают питомцев полностью здоровыми, вакцинированными и стерилизованными. И в дальнейшем ветеринары «Панацея» всегда готовы проконсультировать новоиспеченных хозяев по любым вопросам. Сейчас в приюте 101 питомец. Вот такая коза Маня, 40 собак и 60 кошек. К сожалению, как сообщили нам сотрудники приюта, кошки продолжают пребывать с различными заболеваниями, переломами и обморожениями. Они нуждаются в медикаментах, еде и в простой человеческой заботе. Каждое воскресенье в приюте традиционно встречают волонтеров. В час дня может прийти любой желающий, чтобы оказать помощь животным приюта. Никита Харламов признался, что посетил питомник впервые. Недавно его домашний питомец тяжело заболел, но ветеринар «Панацея» сумел его спасти. В благодарность Никите захотелось помочь Антону в уходе за животными приюта. Их, так сказать, выбросили на улицу. Думали, это просто игрушка на пару месяцев. И они остались без жилья и нет еды. Поэтому мы решили тоже хоть чем-то, но физической, может быть, едой, либо материальной чем-нибудь, лишь просто помочь. Хотим регулярнее приходить, радовать их хотя бы чем-то присутствием, едой, может. Большинство волонтеров, посещающих приют в воскресенье, помогают организации с первой недели ее открытия. Никита Костерин рассказал нам, что принимал участие в ремонте помещений, а сейчас старается приходить в приют каждые выходные. Когда-то ветврач клиники Антон также помог ему с лечением собаки. И это не могло не оставить его равнодушным. По словам волонтера, несмотря на непростые условия для жизни в приюте, животные не озлобляются, относятся доброжелательно ко всем и всегда рады любым гостям. Дезинфекция проводится, естественно. И будки проводятся, и табаки все привитые. Поскольку я знаю, потому что я сам, бывало, приносил и котят, и это сразу лечится. По мнению руководителей приюта, основная проблема в том, что большинство жителей не знают о его существовании и о том, где он находится. Для информационной поддержки требуются денежные средства, которых у приюта не всегда хватает даже на самое необходимое. На той неделе глава города посещал наш приют. То есть Борис Владимирович все наши просьбы, что называется, выслушал. Сейчас, если все нормально будет, готовим документацию. Будем, если все получится, заниматься отловом животных. Ну и, соответственно, полный цикл. То есть отлов, стерилизация животных, вакцинация, чипирование. И в дальнейшем эти животные будут уже оставаться у нас, то есть в приюте. То есть там уже будем строить дополнительные вольеры, клетки. То есть, ну это опять, если как бы нас поддержат. То есть, если будет финансирование на все это, мы, конечно, готовы этим заниматься. С большим удовольствием. Напомним, что в России отсутствует единое федеральное законодательство для регулирования численности бездомных животных. Несмотря на это, администрация города заинтересована в том, чтобы начать решать проблему в сотрудничестве с фондом помощи животным. Помогать, конечно, мы будем, но сейчас вопрос в цене. Сколько, чего, они же с панацеей сама должны нам дать. Сколько будет обходиться у них содержание. На сегодняшний день мы взяли, можем только взять в ветвечебнице расценки, сколько стоит там прививки, обработки, отбывок и т.д. А сколько содержания обходится, это они нам должны сказать, пока они что-то молчат. Я с ними переговорю, и исходя из этого будем потом уже принимать решение. В социальной сети ВКонтакте организаторами приюта создана группа «Усы, лап и хвост». В ней можно найти подробную информацию о том, как помочь животным приюта, посмотреть их фотографии и выбрать себе домашнего питомца. На прошедших выходных в городском ЗАГСе чествовали золотых и бриллиантовых юбиляров. Со знаменательной датой виновников торжества поздравляли их друзья, родные и близкие. В теплой и дружеской обстановке юбиляры вспомнили события – день знакомства и свадьбы. Мы ваш праздник теперь начинали. Вам здоровья и счастья желаем. Вам сегодня поклон и почет. Пусть ваш парусник дальше плывет. В такой счастливый день 50 и 60 лет совместной семейной жизни в отделе ЗАГСа собрались друзья, родные и близкие, чтобы поздравить юбиляров. Прожив длинную жизнь, пройдя через радостные события и испытания, они все же остались бодрыми, жизнерадостными людьми. На встрече семьи вспомнили далекие 1956 и 1966 годы. Каждый из приглашенных поделился своей историей знакомства. Интересные и добрые воспоминания юбиляров, а иногда забавные вызывали у гостей самые искренние эмоции. Ну это все просто. Встретил, понравилось, посадил. Ой, дорогая, вы на стоятие большей, чем мужчина был. Честно так, я ее украл. Вот так вам. Так что, украденную не возвращаем, поэтому и живем. На вопрос заданной ведущей мероприятия, если была бы возможность вернуться в прошлое, связали ли свою жизнь с теми же избранниками, все юбиляры единодушно ответили согласием. Она для меня была, может быть я повторяюсь, неописуемой красоты, добрейшей души человека. Потом выяснилось, что она еще и умница, потом выяснилось, что она еще и трудоголик, потом выяснилось, что она вообще самая-самая. Она шустрая, веселая, танцевала хорошо, плясала хорошо. Вот и понравилась. За что благодарна? За то, что любят всех. И детей, и внуков, и правнуков теперь. С удовольствием играется. Вот поэтому сейчас и вроде бы для нас это очень дорого. После взаимных признаний в любви парам было предложено оставить свои подписи в памятном журнале, вспомнить, как они делали это 50 и 60 лет назад при регистрации брака. И, конечно же, по замечательной традиции юбиляры исполнили вальс, поздравив друг друга с этой прекрасной и значимой датой в их жизни. Ведь сохранить семейные отношения и чувства, несмотря на невзгоды, очень непросто. Семейные пары, приглашенные в этот день, были настроены дружно и не унывая прожить вместе еще не один десяток лет. Когда создается семья, можно как-то компромиссы находить и свое эго, так скажем, немножко притормаживать, если даже ты с чем-то не согласен. Она у меня абсолютно бесконфликтный человек. За 50 лет я не могу привести ни одного случая, чтобы она с кем-то поссорилась, это правда. В завершение мероприятия виновникам торжества были вручены памятные подарки и поздравления от президента. А сотрудники ЗАГСа с большой гордостью запечатлели всех юбиляров для памятного фотоархива. Ко дню Героев Отечества в первой Ермолаевской школе была открыта мемориальная доска. Имена 29 учителей и четверых школьников, награжденных медалью за доблестный труд в Великой Отечественной войне, увековечили на доске памяти. На торжественной церемонии открытия собрались учащиеся педагоги и местные жители. Те, кто хорошо знал и помнил учителей-тружеников тыла. Ветеран педагогического труда Анна Ступина поблагодарила администрацию района за проделанную работу по сохранению памяти об односельчанах. Она также поделилась воспоминаниями с учащимися о тех далеких послевоенных годах и о своей учительской деятельности. Был сначала директор, когда я пришла работать, Михаил Сергеевич, потом Никита Иванович Барановский, а потом уже Алексей Павлович, а сейчас мой ученик Александр Степанович. Анна Ступина преподавала в первой школе биологию более 30 лет. Директор школы Александр Самсоненко рассказал ребятам, каким замечательным преподавателем она была. Вот Анна Тимофеевна награждена вот такой медалью за доблестный труд, ведь ее тоже не всем давали. То есть вот она работала очень хорошо, это очень добросовестный, порядочный человек. Она очень ответственно подходит ко всем поручным делам, вот поэтому она вот имеет вот такую награду. Это событие стало значимым и для учащихся, ведь теперь они будут знать всех тех, кто дал дорогу в жизнь не одному поколению ермолаевцев. Для всех гостей мероприятия школьники подготовили небольшое выступление. Был сильным враг, коварным и жестоким, и шли бои без отдыха и сна, но были вы в бою не одиноки, за вас молилась вся страна. Гульнас Филатова, Игорь Хлопотов, Владимир Кузьмин, телекомпания «Арис». Это была последняя информация выпуска, я с вами прощаюсь, всего доброго.